Керчане Татьяна Костина и молодой пенсионер Сергей Богачёв пригласили сайт Керчком.ру посмотреть, в каких условиях им придётся переждать ночь под зданием пенсионного фонда. У дверей разбита палатка, наготове термосы с чаем, карематы и горные спальные мешки. Так достигшие пенсионного возраста керчане вынуждены держать очередь, потому что по-другому, говорят, попасть к специалисту для подачи заявления о начислении пенсии просто невозможно. Вы хотите пенсию оформить? Да, мы хотим оформить пенсию. То есть стукнуло 60? 60 пора уже на пенсию. И вы уже пытались попасть к специалисту? Несколько раз. Мы пытаемся пока попасть в очередь. Мы не можем в очередь попасть. Большая очередь? Ну, большая, да. Мы 30-е, ближе к 30-му попадаем всё время. В разное время приезжаем, но ближе мы не можем попасть. А пропускается только 15 человек. То есть 15 человек в день, да? Поэтому не можем попасть никак. Так вы держите свою очередь, получается? Держим очередь. Я держу очередь. А вы сколько уже дней держите очередь? Сколько вы дней держите очередь? Сколько дней? Четверга. Да. Это вы что, ночуете здесь? Меняется. У нас, вот кто стоят в очереди, вот там текущая очередь, где-то до 50-60 человек в очереди. И она идёт, вот утром где-то человек, вернее за день проходит человек 15, да? Остальные тогда вечером собираются, переписываются. Кто не пришёл или опоздал, тех вычёркивают. Потом ночью вот эти дежурят по час, по два, по двое человек. Вот мы сейчас вот субботу и воскресенье составили график. И мы здесь дежурим до, чтобы это, чтобы попасть. До победного конца. Да. Но сегодня довольно холодно. Вы как собираетесь? На улице ждать? Мне проще, у меня машина. А вы? Ну мы будем ждать. Мы в палатку себе привезли, чтобы, если что, можно было спрятаться от дождя, от снега. Что у вас там, вещмешок какой-то? Спальники и карематы. Если температура опустится до минус, неужели всё равно останетесь? Ну, останемся, а выхода-то нет другого. Надо же очередь-то удержать свою. То есть это уже ваше последнее решение и назад дороги нет? Ну, нет дороги, прежде надо каким-то образом получить. Список дежурств с пятницы вечера до понедельника утра. Ой, и ночью, и в восемь, и в три. Нельзя отходить, да? Надо передавать из рук в руки. Да, да, иначе придут ещё люди. С вопросом о том, почему люди вынуждены ночевать под окнами пенсионного фонда, сайт Керчком.ру обратился к его начальнику Валерию Ефремову. Нас приглашали керчане, которые не могут попасть на приём к специалисту, вынуждены были разбивать палатку просто перед дверями. Есть ли какой-то выход из этой ситуации? Почему она сложилась? Спасибо за вопрос. Действительно, ситуация у нас напряжённая. Мы работаем в очень тяжёлых условиях, связанных со следующим. Значит, до конца года граждане, которые имеют право на назначение пенсии с 1 января 2015 года, либо получившие право в течение 2015 года по 208-му федеральному закону, имеют право до конца года подать документы, и пенсия им будет назначена либо с 1 января 2015 года, если они получили право ранее на эту пенсию, либо с наступления пенсионного возраста в течение 2015 года. Поэтому такой ажиотаж у нас сейчас происходит. Может, это было сделано в течение всего 2015 года, у нас ситуация была намного лучше и спокойнее до этого. Многие, может, по каким-то причинам не могли к нам приехать, может, некоторые тянули до конца, и получилось так, что сейчас всем нужно до конца года к нам попасть и сдать заявление на новое назначение. Можно я перебью? Говорят, что не могут попасть по два, по три месяца. Человек, с которыми я разговаривала вчера вечером, восемь месяцев не может попасть. Также говорят о том, что долго ждут по полгода документов из архива. Вот почему они не могут попасть. Человек, который в восемь месяцев не может попасть, это либо вранье, либо он просто специально это делает, чтобы нагнетать обстановку. О чем гласит даже вчерашний рецендиент. Охранник, который присутствовал при этом наш ночной, он прекрасно видел, как это все происходило. В 21.30 была развита палатка. Никто туда в эту палатку не залазил, это чисто так. Муляж поставили и все. То есть ни коврик они постелены, никто там ночевать не собирался. В 21.50 приехали журналисты. Если вы засняли репортаж, после того как вы уехали, через полчаса его уже не было. То есть либо это, мягко говоря, спектакль разыгранный для кого-то, либо в худшем случае это вообще провокация. Я по-другому это назвать не могу. Во-первых, человек нарушил правила благоустройства, которые запрещают разбитие палатов, в том числе и на территории государственных учреждений. Может быть, для привлечения журналистов. Ну, все равно вернемся к нашей ситуации. Да, это может быть к делу не относится. Действительно, ситуация у нас напряженная. Я объясню почему. Значит, у нас с начала года уже мы 3,5 тысяч заявлений о новом назначении приняли. А помимо нового назначения к нам еще обращаются за перерасчетами. То есть они тоже попадают по 208-й федеральный закон. Они могут предоставить документы. И с 1 января 2015 года мы сделаем перерасчет. Мы уже 4 тысячи заявлений на перерасчет приняли. То есть вы можете понять, какой огромный поток людей мы уже обработали в день. Мы принимаем от 300 до 400 человек по различным вопросам. Штатная численность клиентской службы нашей, которая занимается приемом граждан, 16 человек. Две в аккаунте. Работать к нам в этот отдел именно мало кто хочет. 15 человек с ноября месяца проходили стажировку либо просто ознакомились с работой. Никто не захотел работать. Невысокие зарплаты или большой объем работы? Высокий и очень интенсивный труд. Психологически тяжелый. То есть континент очень сложный. Плюс режим работы, который просто выбивает силу наших специалистов. Большое огромное спасибо, что еще они держатся. Мы работаем с 8 утра клиентская служба. До 19 часов без перерыва. То есть 11 часов в день. С понедельника по пятницу. И плюс в субботу клиентская служба принимает граждан с 9 до 16. Еще 7 часов. Всего получается в неделю в 62 часа. Вместо 40 положено. Конечно, плавающий график у специалистов. Но все равно клиентская служба работает именно в таком режиме. 62 часа в неделю и осуществляется прием граждан. Это сделано для того, чтобы максимально больше людей мы охватили своими услугами. Мы по апрель месяц с начала года вообще работали без выходных. Мы работали до 10 вечера. И у нас еще в воскресенье было рабочим днем. Естественно, люди просто устали. Но функции, которые возложены на органы пенсионного фонда, в Керчи выполняются. То есть граждане принимаются. В 21-22 кабинете занимаются новым назначением. Пять специалистов ведут прием граждан. Четыре по текущей очереди. И один человек по предварительно записи. Почему один всего человек из пяти? Ну, я вам объясню. Значит, по живой очереди специалист может принять в день в районе 12 где-то человек в среднем. По талонам мы записываем 8 человек. То есть в час один человек. Потому что новое назначение требует огромного количества времени. Это занимает по живой очереди. Человек может с документами, которые более-менее нормально, он может там за полчаса и за 30, там 5-40 минут принять человека. А по талонам получается зазор. Там 15-20 минут нет человека. То есть неэффективная работа. Поэтому для того, чтобы больше все-таки людей принять, и до конца года мы приняли всех наших граждан, которые имеют право на новое назначение, был принят, в принципе, такой режим работы. Один по талонам и четыре по живой очереди. Утверждают, что по живой очереди всего 15 человек. Это не правда. Это не правда. Значит, специально посмотрел в пятницу, сколько мы приняли. Мы приняли в пятницу 344 человека. Из них 32 человека – это новое назначение. Никаких не 15. 32 человека было принято на новое назначение. Приняты документы. 80 человек было принято на перерасчеты. То есть это справки, там стажи, что человек доносит. Плюс разные другие вопросы. Это и продление всякой инвалидности. Это федеральная социальная доплата. У нас 30 человек прошло. Плюс прибывшие, выбывшие пенсионеры, которые к нам приезжают либо уезжают. Все это идет в клиентской службе. Плюс разные другие льготные пенсии. И материнским капиталом мы занимаемся. И пособием на погребение оформляем. То есть огромнейший спектр работы, которую выполняют работники клиентской службы. Даже в отпуск на декабрь месяц мы никого не пускаем в клиентскую службу. Хотя люди уже просто вымотались и больше года без отпуска находятся. Просто нет возможности. У нас даже был случай, когда два человека с температурой ходили. Потому что просто невозможно знать, что нужно помогать и работать. Не могли сидеть дома. Поэтому вот такой режим работы. В ноябре месяце, к сожалению, Крым перестал получать практическую помощь от наших кураторов соответствующих. Керчь курировал Ставропольский край. В связи с этими событиями в Крыму нецелесообразно было, скажем так, присылать сюда специалистов, чтобы они фактически не могли выполнять свои функции в отсутствии света. Поэтому сейчас мы работаем самостоятельно, а Ставрополь нам помогает дистанционно. То есть документы на новое назначение в полном объеме отправляются по электронным каналам связи на Ставропольский край. И там они на удаленным доступом занимаются оформлением этих документов. И к нам присылают уже готовое электронное выплатное дело. Мы его просто распечатываем, подшиваем и пускаем на выплату, на выплатную центр на Санкт-Петербурге. Это касательно нового назначения. Перерасчеты мы делаем здесь сами, самостоятельно. То есть принимаем, обрабатываем документы. В районе 80% у нас отработанных материалов по назначению, по перерасчетам. Принять документы – это одно, а еще более сложная задача их обработать. У нас отдел назначения пенсии как раз таки занимается обработкой этих документов для того, чтобы современно и вовремя в полном объеме пошло на выплату данного человека. – Как можно ускорить, если возможно, вот эту очередь, которую они стоят и держат около сердца, и бывают, говорят, и драки, и неприятные ситуации по этому поводу? – Еще раз хочу вот то, что я вот видел и постоянно ежедневно вижу. Вот в пятницу еще раз я выходил, я где-то пол-восьмого выходил с работы, женщина стояла на улице со списком. Я попросил у нее этот список посмотреть, ну, что нас в субботу ждет, в понедельник. У него в списке нового назначения было или 32, или 34 человека. То есть это фактически тот объем граждан, который мы за день обслуживаем. Нет такого человека, который бы, как говорят, вот месяц он стоит и не может попасть. Такого просто нет. Один день, два дня, я понимаю, человек не может попасть. Но судя по списку, который был у женщины, мы сегодня этих всех людей по этому списку отработаем, если там, конечно, до сорока человек. Работники клиентской службы говорят, давайте других отделов, пусть туда приходят и помогают. Ну, во-первых, работник клиентской службы – это специалист, который имеет особый доступ, пароль и роли, работает с программой. Никакой другой специалист туда же, он даже сядет, но ничего не сможет сделать. Все завязано на Москву, на защиту информации, и специалист клиентской службы новый когда принимается, на него где-то в районе 3 дней только готовятся документы для доступа к этой системе. Поэтому никто не может сесть, другого дела и работать. Это первое. Второе, для того, чтобы уменьшить время обслуживания граждан, что мы сделали? Во-первых, введена единица архивариуса. Раньше у нас специалист клиентской службы, когда у него сидит на приеме гражданин, он встает и бежит в архив, ищет там пенсионное дело, чтобы посмотреть, какие документы есть, стоят ли какие-то новые другие. Ну, в общем, за пенсионным делом раньше бегал сам специалист клиентской службы. Сейчас этим занимается архивариус, то есть не надо никуда бегать, это первое. Второе. Большой объем времени, где-то в районе 15-20 минут, занимало сканирование документов. То есть помимо бумаги мы обязаны сформировать электронно-выплатное дело. То есть все документы в оригиналах мы сканируем на цветном сканере. Это обязательная процедура. Сейчас в сентябре месяца мы поручили нашим программистам, два человека у нас занимаются сканированием. То есть человек на прием попадает, берутся документы, тоже программисты сканируют. А одновременно с этим, кто сидит на приеме, уже занимается другими делами. То есть это сокращает время приема граждан, тем самым увеличивает количество граждан, которые мы можем принять за день. Все это, естественно, делается в ущерб немного другой работе нашей, которую мы обязаны делать. Но мы понимаем, что происходит, и даже в ущерб другим отделам, все-таки будем помогать именно клиентской службе, чтобы все граждане, которые имеют право по 208 закону, все-таки попали к нам до конца года. Я, честно говоря, вообще проблем не вижу с этим. Исходя из той статистик, которая у нас есть, мы 40 человек ежедневно можем принимать на назначение пенсии. Чтобы было там 200-300 человек, как там вот слышал, ну такого нету просто. Мы уже, я же говорю, 3,5 тысячи человек уже приняли. Осталось совсем немножко. Тот, кто либо в Керчине был, либо просто не пришел. По справкам с архива, ну, опять же, структура не наша, но мы знаем и слышим, что действительно там по полгода, наверное, от трех месяцев до полгода справки делаются различные. Ну, хочу успокоить, что даже вот сейчас граждане, которые не имеют на руках справки архивные, которые им требуются там либо для назначения, либо для перерасчета, они могут на просто сдать заявление без этой справки. Мы это заявление принимаем. И с момента подачи заявления у горжанина есть 3 месяца еще, чтобы донести эту справку. То есть пусть не переживая, даже сейчас в декабре горжанин сдаст заявление с каким-то минимальным пакетом документов, он аж до конца марта, если сейчас в декабре сдаст, то до середины марта, до конца марта может спокойно собирать, досыграть те недостающие справки, которые ему требуются. И пенсия ему со мной будет назначена с 1 ноя 15-го года. Потому что заявление было подано до конца 15-го года в декабре. Валерий Ильич, а есть у Вас статистика? Вот Вы сказали, что осталось совсем немножко. Вы знаете, сколько Вы человек должны принять? Нет, такой статистики, конечно, мы не располагаем, но мы видим тот объем людей, которые к нам через нас проходят, и те, которые остаются необслуженными. То есть мы периодически смотрим эти списочки на руках. Ну, исходя из этой статистики, 30-40 человек обслуженные, где-то в районе, может, 30-40 человек к нам обращаются ежедневно, и это количество не уменьшается. То есть получается, может быть, в районе 300-400 человек, может быть, осталось еще, которые к нам должны попасть в этом году. Я так думаю. Как Вы будете работать вот в преддверии новогодних праздников? Мы работаем по календарю. Судя из практики этого года, у нас не было рождественских каникул, мы со 2 января начали работать. А до, до и до 1 января как Вы будете работать? До 1 января в таком же режиме. То есть у нас в воскресенье один выходной день. Так мы работаем до конца. И 31 декабря у нас полный рабочий день. Будем принимать по возможности до самого конца, чтобы каждого принять. Если даже получится так, что мы видим, что не будем успевать, мы просто возьмем заявление у граждан, которые не успели, чтобы хотя бы завести их в систему 15-м годом. 31 декабря мы заведем эти заявления, а уже в январе люди будут доносить документы. То есть как бы запасной вариант у нас присутствует такой на черный день. Наверное, в черный день у Вас все-таки наступит 31 декабря, когда будут все желающие просто в этом году попасть уже, пойдут во банк. Ну, мы примем от всех заявления, даже без полного пакета документов. И у людей будет аж до марта месяца время, чтобы к нам попасть и донести недостающие документы. То есть выход есть, пусть люди не граждане, я вас призываю, быть спокойными, не нужно паниковать. Всех мы обслужим, всех примем, даже в таком чрезвычайном ситуации. У нас даже когда не было света в эти дни, мы заготовили бланки, просто в коридорах принимали у людей заявления. И здесь ничего страшного нет. То есть в любой ситуации есть выход. Мы знаем о своих проблемах, мы знаем выход с этих проблем. Я призываюсь немножко потерпеть. Не нужно нагнетать обстановку. Я вас просто умоляю прошу. Я просто горд за то, что у нас 45 тысяч пенсионеров. И слава богу, вовремя, своевременно у нас, ну, практически 100% все получают. Единственные случаи, которые там возникают с разными техническими нюансами, человеческими факторами, но это все мелочи на фоне того, какая огромнейшая работа была проведена нашими специалистами. Поймите, все в руками уносилось. Каждая бумажечка пенсионного дела каждого нашего пенсионера бралась с полки, уносилась руками в российскую базу. Естественно, вылазивают различные ошибки. И в течение 2015 года их было очень много. И мы по максимуму, по сигналам, которые к нам поступали, их исправляли. Осталось вот у нас маленький кусочек. Это вот наш долг перед гражданами, которые получили право в 2015 году на новое назначение. Мы его выполним. Будьте спокойны. Я вас просто прошу. Однако, несмотря на оптимизм начальника фонда, нервные очереди в кабинетах к специалистам не заканчиваются. Необходимость личного присутствия вынуждает горожан буквально на руках нести сюда неходячих инвалидов. Нужно оформить пенсию по инвалидности. Дали первую группу бессрочную. Нужно оформить пенсию. То есть я вот ездила, а не могла попасть. Теперь оказалось, что надо в другой кабинет, восьмой. Договорились, что сегодня в десяти часов будет женщина. Ну, инспектор принимает. Ну, вот сидим-ждем, приехали в десяти, нет. Нужно личное присутствие, расписываться лично. Да, да. В заявлении нужно расписаться. И необходимо личное присутствие. Как поднимать будут, я не знаю. На третий этаж опять поднимать надо. Никак этот вопрос никак не решается. Ну, нам сказали, что необходимо личное присутствие. Керчане очень надеются на помощь специалистов из Ставропольского края, которые шефствовали над городским пенсионным фондом еще месяц назад. Без дополнительных рук очереди здесь не побороть. Продолжение следует... Да, выдали... Продолжение следует... Продолжение следует...